Всем привет дорогие друзья, с вами Gameplay, меня зовут Юрий Аксенов и сегодня я вам расскажу и покажу аркаду под названием Kikirino. Я уверен, что эта игра надолго останется в ваших телефонах и игра заменит вам уже надоевшие Flappy Birds, ее клоны и многие-многие другие аркады, потому что эта игра просто шедевральная и очень затягивающая. Итак, приступим, что же здесь нам нужно делать? Нам необходимо набивать мячик, точно так же, как это мы делали в своем детстве, но возможно кто-то и сейчас это делает, по крайней мере я этим занимался в детстве, я очень любил набивать мяч. Ну что ж, приступим. Итак, вам необходимо тапать по левой и по правой части экрана в зависимости от того, с какой стороны находится сейчас мячик. Также иногда вы запинываете мяч вверх и вам необходимо бить его головой. Удары головой точно так же совершаются, то есть если мяч чуть-чуть левее, то нужно слева бить головой, если чуть-чуть правее, то справа и так далее. Мяч можно набивать на голове, можно набивать на ногах, можно также ловить его на шею, но это все происходит каким-то случайным образом. Я еще как-то контролировать и управлять этим процессом не научился. Но одно стоит отметить, то что, например, когда вы набиваете ногами и вдруг вам необходимо набивать головой, здесь возникают трудности. Мой рекорд это 17 раз я набил, а в своем детстве я где-то мог на коленочке и на ножке, ну чередуя, естественно, как получается, набивал где-то я порядка 150-200 раз. Это, в принципе, очень реально, все это добивается тренировками. Я набивал мяч целыми днями, набивал мяч утром, набивал мяч днем, набивал его дома, на улице, везде, где только мог, везде я стоял и набивал мячи. Мы играли в игру квадрат в детстве и, например, кто проигрывал в эту игру, тому необходимо было что делать. Сколько вот раз все игроки набьют, столько ему необходимо было метров пронести мяч, зажатый между его ног. Сколько раз он мяч уронит, столько раз ему потом пробивали этим мячом по заднице. Было весело, было круто, спасибо детству, в котором не было таких гаджетов, как сейчас, в котором не было интернета, и это по-настоящему делало нас счастливыми. Сейчас, конечно, другие времена, но вот эта вот аркадка все-таки заставляет как-то поностальгировать и окунуться в те счастливые моменты. Аркада просто шедевральна, потрясающая анимация, потрясающая графика и великолепнейший геймплей. Конечно, хотелось бы, чтобы в игре присутствовали какие-нибудь новые ништячки в виде, допустим, формы, мячей, локаций и так далее. Возможно, это и будет, но, в принципе, это особо и не нужно. В игре нет ни доната, ничего, она абсолютно бесплатная, но в ней присутствует реклама. То есть, если у вас будет включен интернет, периодически будет вылазить баннер. Но, в принципе, это не такая уж страшная проблема, потому что отключил интернет и рекламы нет.